Я вас категорически приветствую. Поздравляю с годовщиной Варфоломеевской ночи. Ну, поговорим мы сегодня, как это ни странно, не про нее. А про что? Надо Вьетнам. У нас же по плану Вьетнам, вот нужно плану следовать. У нас же там французы уже вовсю. Французы вовсю, да. И уже первая кампания 1948-1949 года кончилась. Мы ее еще из Таиланда докладывали. С горки обозревая, так сказать, окрестность, вот да, докладывали. А теперь мы вот тут продолжим. Продолжим. Очень интересно на самом деле было готовиться. Я в общих чертах вот эту затишье 1949 года себе представлял. Ну, потому, что там, казалось бы, ничего не происходило, о чем там говорить. Нет, все-таки интересно. Там реально было интересно. И оно интересно в двух плоскостях, как обычно. то, что там делали люди. И французы, и вьетнамцы. И как это освещается, как это воспринимается спустя годы и годы. Конечно, важнейшей составляющей подготовки вообще всего этого дела – это была организация просветительско-пропагандистской работы на местах во Вьетнаме. Это вполне естественно, потому что, ну, во-первых, так получилось, там коммунисты оказались, а они всегда занимаются просвещением и пропагандой. А поставлен был на широкую ногу. То есть, людей в деревнях, приезжали учителя, читали им всякие разные лекции. Типа там учили их просто элементарно некоторых читать и писать совсем, потому что там в глухих местах. И вот это воспринимается, как какая-то невероятная подлость. Их оппонентами, естественно, спустя годы. Потому, что... Ну, мой любимец, конечно, Филипп Дэвидсон, и не только он один обращали на это внимание, говоря о том, что только так Зиапу удалось создать армию фанатиков. Вот мы-то приехали воевать с приличными людьми... По-честному. Да. А там оказалась армия каких-то фанатиков. Вот это вот было то самое, говорит, невидимое оружие Зиапы, когда... Хотя странно, почему только Зиапа, а Хошемин там совсем никак не участвовал. Мне кажется, все-таки немножко участвовал. Зиап особо подло пропагандировал. В лаковых ботинках. В штиблетах. То есть, как нам рассказывают... Опять же, я некоторые передачи по этому поводу американские посмотрел. Вот буквально прямо от 70-х годов до буквально недавнего времени. Пропаганды людям промывали мозги. Понимаете? То есть, надо ли понимать, что в Америке или во Франции... Пропаганда вообще отсутствует. То есть, у них там люди приезжали воевать, и они вообще... У них там никто с ними не работал, не рассказывал, зачем они туда едут. Не обещал что-то возможно. То есть, вы едете туда зачем? Например, получить денег. К примеру. Или чтобы с вас судимость сняли, и вы получили французское гражданство, как в известном иностранном легионе. Это к мотивационной части никак не относится. Почему французам или американцам, например, можно проводить мотивационные воспитательные беседы, а вьетнамцам нельзя. Потому, что какая-то дикая подлость. А при этом тот же Филипп Дэвидсон с удивлением... И я бы сказал, с большим разочарованием. Говорит о том, что ни французам, ни американцам создать эффективную национальную армию Вьетнама, то есть, прозападную армию Вьетнама не удалось. Потому, что вот мы, как европейцы, как нормальные люди, мы не можем промывать мозги местным азиатам. Я боюсь, было несколько не так. Промывали, но эффективности не имело. А вот интересно было бы узнать, по каким же причинам они вас не слушали? По каким причинам они не хотели делать то, что вы им предлагали? Уж явно не из-за того, что злые коммунисты говорили что-то поперек, хотя и говорили. Как это Дэвидсон пишет? Все с удивлением спрашивали, почему их желтопузы хотят воевать, а наши желтопузы не хотят. Парадокс. Парадокс. На самом деле, конечно, это была большая проблема. Почему? Потому, что это и... У американцев, конечно, в меньшей степени, в гораздо меньшей степени, а у французов в полный рост стала проблема свободных сил на оперативных направлениях. Потому, что идея-то была довольно здравая. Причем еще у генерала Валюи, потом ее подтвердил генерал Ривер, который вообще, собственно, поставил его диагноз всей индо-китайской истории со стороны французов. Потом сменившего генерал Карпантье. В общем, они все это примерно об одном и том же вообще говорили. В стратегическом смысле. Что мы настолько сильнее вьетнамцев в военном плане, это правда, что справиться с ними, это просто дело техники и времени. Да, довольно большого, но это неизбежно совершенно. Мы их, конечно, отлупим. Одна проблема. Вот все территории, которые мы захватываем, мы должны, ну, естественно, контролировать. Для чего нужны войска? А войска их контролировать могут только французские. Потому, что как только там оказываются местные в качестве контролеров, почему-то они или контролируют их из рук вон плохо, то есть, вообще никак не контролируют, или там оказываются коммунисты и смотрят, что через месяц уже там сплошные какие-то предатели образовались, и они вообще убежали к этим самым, к проклятым комме желтопузам. Что делать? Поэтому приходится контролировать самим. А значит, что на основных направлениях удара придется использовать очень незначительные силы, гораздо меньше, чем вьетнамцев. А там уже, бог знает, как получится. Поэтому давайте сделаем, чтобы наши желтопузы за нас воевали. И вот они раз и не воюют. Причем их там вооружали хорошо. Французских вьетнамцев, которые воевали за французов. Им прямо из Америки. Поставляли хорошие винтовки М-14. Униформу, радиосвязь, бронетехнику. Просто автомобили с грузовиками. То есть, они вооружены были очень представительно. Прямо чрезвычайно. А только что-то это представительное вооружение никак не стремились использовать. То есть, мотивация была очень низкая. И у французов, и потом у американцев. Собственно, свои. Их желтопузы. Как правило, южно-вьетнамские. Они совершенно не хотели почему-то воевать. Воевать, воевать. Что за подлость? А то и вообще сочувствовали каким-нибудь партизанам. Что-то тоже как-то... Я же тебе рассказывал как в книжке про тоннели Ку-Чи. Как же так получилось? Вывод. Как же так получилось, что вот эти вьетнамцы взяли и победили таких замечательных американцев. И пнем под зад вышибли их из Вьетнама. Ответ простой. Так они все расисты жуткие. Нацисты и расисты. Все. Без исключения. И поэтому они нас, белых, так ненавидят. В этом секрет вьетнамской победы. Ни слова про сражение за родную страну. Ни слова про какой-то там патриотизм. Ни слова про коммунистические идеи. Даже. Расисты. Вот понимаешь? Вот расисты. А то, что вы их в цвет желтопузами зовете... Это нормально. Они же желтопузы. А что не так? А что не так? Нет. Если желтопузов нельзя называть желтопузом, то в чем... Зачем мы тут вообще? Вот. А между прочим подлые зиапы, подлый Хо Ши Мин не дремали. Мы когда записывали вторую часть... Или третью? Третью часть. Про вьетнамскую войну. Когда рассуждали о зарождении и становлении национально-освободительного движения. Говорили о таком человеке, как Трунг Чин, если ты помнишь. Который написал интересную книжку. Которая называется буква революционера. Буквально так. Там он сформулировал теоретическую идею трехэтапной победы в национально-освободительной борьбе. То есть, первое. Когда колонизатор многократно сильнее. Требуется вести партизанскую малую войну. И, в общем, не сильно высовываться. Выявить слабые и сильные стороны противника. Чтобы знать потом, куда лупить. В это время натренировать партизанские отряды своих парней. Создать базу снабжения. Заручиться помощью у братьев по коммунистическому движению за границей. И, таким образом, выйти на некий паритет. Это второй этап. А третий этап. Когда снабжение станет сильнее колонизаторов. После чего должно состояться решительное наступление. И победа. Вот эту идею полностью воспринял Зиап. И вот мы видим, как 1947-1948-1949 год. Это самая первая фаза. И, причем, конечно, французы в 1949 году и, в общем, Зиапу сделали большой подарок. В военном смысле. Потому, что полномасштабных военных действий не было. То есть, у него было время на севере Вьетнама сконцентрировать значительные запасы. Провести обучение новобранцев. Перебросить опытных, уже обстрелянных людей, как мы говорили, из партизанских отрядов в региональные силы. Из региональных сил в главные силы. Ну, если мы говорили про первую кампанию. Там тактические подразделения действовали не больше батальона. Вот батальон это был максимум, на что были способны в организационном плане вообще вьетнамцы в это время. Вот батальон это было верхнее звено. Дальше, понятно, роты, взводы и так далее. То в 1950 году мы видим уже действующие полки. И в 1950 году на основании полков создаются первые дивизии. А это, что мы понимаем, уже нормальная армия. Первые пять дивизий с 300 номерами. Там 308, 316, 320 и так далее. Там пять дивизий было сформировано. Это была основа главных сил, которые были сформированы таким вот образом. Плюс несколько отдельных полков и батальонов. Обычно про них забывают. Но нет. Были не только дивизии. Еще были отдельные полки и батальоны. 308-я дивизия. Это самая прославленная дивизия вообще вьетнамской армии. Которую даже американцы говорят, что достойно встать с самыми прославленными подразделениями воинскими в мировой истории. Вот. Называли ее вьетнамцы просто 308-я железная, как это положено. Но это потом ее называли, конечно, железной. Потому, что пока она таких громких эпитетов не заслужила. Дивизии создаяли примерно из 12 тысяч человек. Ну, то есть, как и теперь, оргштатное дивизионное расписание. Это где-то около 12 тысяч. В общем, в любой, наверное, армии мира. Если мы говорим о пехоте. Четыре полка трехтысячного состава. Три батальона в каждом полку. Плюс, понятно, рота связи, артиллерийский дивизион и так далее. При этом, конечно, артиллерийский дивизион у них был самый слабый из всего. Потому, что с артиллерией было у вьетнамцев отвратительно. То есть, если у этих дивизий, которые были прям серьезно по вьетнамским меркам снаряжены, вот у них было... Самое страшное, что у них было, это 120-мм минометы. Были легкие полевые пушки. Ну, в общем, ни о чем. Это, конечно, была большая слабость. Потому, что артиллерии было откровенно, а, мало. Она была слабая, и, как это Дэвидсон писал, в структуре артиллерийского вооружения они были старомодными, как стеблет из Япа. Ну, то есть, если на пальцах, то... А. Нужны пушки. Б. Для того, чтобы из них стрелять, нужны снаряды. Поскольку ни своего производства пушек, ни своих снарядов у них не было, с этим проблемы. Да. Но в этом же крылся большой плюс для вьетнамцев. Потому, что они были страшно мобильны. Потому, что серьезно тяжелой артиллерии... Ну, ты сразу мобильность утратишь. Потому, что никакие тяжелые пушки нормально под джунглям невозможно вообще таскать. Никак. Но при этом эти парни были очень мобильны. Потому, что почему? Потому, что артиллерия очень легкая. Ее мало. Они могли очень быстро перемещаться. Но, опять же, тут же прямо... Это напрямую связано. Как мы понимаем... Это не нужно специально объяснить. Как только они окажутся лоб в лоб серьезной французской дивизии, которая нормально снаряжена артиллерией, понятно, что шансов очень мало. Что если в полевом прямом бою, по-рысовски, дивизия на дивизию французы, естественно, раздолбают любую вьетнамскую дивизию. А может быть, даже еще и не одну. Плюс, конечно, это смертельный козырь французов. Это авиация. Потому, что авиации в это время у вьетнамцев вообще никакой не было. Максимум зенитки, которые могли теоретически кого-то там сбить. Но, опять же, для зенитки. Во-первых, зенитки хорошо, когда их много. Во-вторых, хорошо, когда у тебя есть хотя бы там 85-88 миллиметровые зенитки, которые далеко могут бить. И, в самом деле, могут с большой высоты самолет снять. Ну, так, а кроме того, прошу прощения, зенитчик – это очень серьезная специальность. Этому нужно очень серьезно учиться. И, если расчет зенитки обученный, это вообще ничего не значит. Потому, что вам эти самые зенитные подразделения нужно сводить в очень мощные тактические группы. Которые только и могут, в принципе, отражать налеты. А у вьетнамцев такого не было, в принципе. Ну, да. Был, например, человек, который умеет стрелять и зенитки. Ну, как бы и все. Что может сделать одна, там, 10-15 зениток, которые не сведены в подразделения, которые наводятся по радарам, имеют авиаразведку и прочее. Да, очень мало чего. Это чисто объектовое прикрытие. Причем такое. Локально ограниченное. Тем более, повторюсь, зениток-то у них было мало. И самое страшное зенитное средство были спаренные пулеметы. А против самолетов 50-х годов это просто ни о чем. Оно просто не работает. Одно уже во Вторую мировую плохо работало, откровенно. А тут-то совсем никак. Ну, и, конечно, французы стали очень широко использовать напалм. То есть, баки с той самой липкой зажигательной смесью, которые как раз в условиях леса были незаменимым средством против этих легко вооруженных сил. Потому, что бросать бомбы – это, конечно, хорошо, но наличие огромного количества растительности парирует осколки и взрывную ударную волну в большой части своей. То есть, люди, которые не попадают непосредственно под разрыв бомбы, они имеют огромные шансы полуцелетия. А напалм – это же жидкость – он затекает везде. Ну, и мы все видели, я думаю, десятки разных документальных кадров и хороших художественных фильмов, где этот самый напалм все подряд швыряют, и как это там получается… Пролетел самолетик, от него отвалился какой-то маленький контейнер, а потом – бам – и из одного конца экрана в другой все горит. Да. Толково придумано, кстати. А тогда были какие-нибудь эти конвенции, которые запрещали подобное против живых людей? Нет. Ну, это уже когда американцы использовали… Зачем такую хорошую вещь запрещать? А когда американцы использовали, там уже большие вопросы были, потому что тогда-то уже были женевские конвенции, которые запрещали напалм, а его только что изобрели по факту – самолет это подвешивать, и еще не успели его запретить, поэтому французы его активно использовали, и это было прям очень неприятно для вьетнамцев, просто исключительно. Напалм – это аббревиатура, там, какая-то нафтеновая, какая-то там кислота… Я точно не помню, как переводится. Это, короче, сгущенный бензин по-русски, блин. Да. Он липкий, сгущенный, и он тухнет только когда прогорит, собственно, активная среда, которая дает, собственно, огонь, или если его специальным огнетушителем потушить, или там очень сильно закидать песком, водой не тушится вообще, горит под водой, на воде, как угодно, и прилипает. То есть, если уж не дай бог попал-то под напалмом, то это пиши пропало, финиш. Правда, конечно, вот тут я не могу не снять шляпу перед диапом и его непосредственно подчиненными, которые очень ловко придумали бороться с авиацией. И как? Расстоянием у самолета есть вполне ограниченный ресурс. Вот в него сколько карасина нальешь, настолько он и пролетит. Соответственно, нужно сразу его рабочую длину поделить на одного, на точки невозврата. Значит, воевать нужно за точкой невозврата, они просто не прилетят. Ну, или непосредственно на точке невозврата, чтобы они летели долго, чтобы было неудобно. И большими силами не залезать просто туда, где авиация может хорошо работать. Все просто. Сообразительный. Да. Правда, конечно, тут же встает вопрос, а как французов с побережья-то выбить? Там военноморской флот, с которым вьетнамцам вообще нечем бороться. В принципе. Как только ты окажешься на море около французских кораблей, ну, у вас французские корабли все перетопят. Кроме того, как мы понимаем, даже эсминец, прямо скажем, не самая страшная зверюга, которая есть в океане, для любых сухопутных сил представляет страшную угрозу, потому, что его там 150-120-мм пушки, это очень серьезные пушки. Их там стоит, скажем, на эсминце четыре 127-мм пушки. Ну, такое, представляете, целая батарея, причем очень крупнокалиберная по меркам сухопутных войск. Она тебе километров на 10-15 в глубину территории сможет при корректировке огня оказать мощнейшую поддержку. Но так задача-то французов вообще из Вьетнама удалить, а как вы их удалите? Вам рано или поздно придется забраться туда, где действует и флот, и авиация по-нормальному. Но это дело было глубокого и далекого будущего, пока ЗиАП занимался только разведкой. Весь 49-й год – это партизанские действия. Причем именно, что партизанские, насколько я понимаю, там даже региональные силы были задействованы крайне ограничены. И в это время как раз осуществлялось глубокое реформирование армии, накачка главных сил обстрелянными кадрами. Ну, и тут, конечно, случились две вещи важнейшие для вьетнамской войны. Первое – в Китае окончательно победили коммунисты и стали помогать вьетнамцам со страшной силой. Ну, и что? И началась война в Корее. Вот прямо сейчас, в 50-м году, начинается война в Корее. А значит, американцам, ближайшим помощникам, друзьям, союзникам французов было не совсем до Вьетнама. Они не могли туда присылать военные силы. В принципе. Они помогали деньгами, конечно, французам. Очень сильно. Я говорил, до 80% военного бюджета в конце концов поступало напрямую из США. Ого. Да. В разное время по-разному. 75-80. Вот так вот. То есть, нужно понимать, что французы воевали конкретно на американские деньги. Сильно их тревожило. Да. Очень сильно. Очень сильно тревожило. Притом, что мы же помним, что американцы сначала заявили французам, что никакой колонии у вас в Вьетнаме не будет. Вьетнам будет независимый. А потом вдруг выяснилось, что он будет не просто независимый, а еще и коммунистический. Вот тут сразу у американцев на 180 градусов настроение поменялось, потому что как так, независимый коммунистический, что вы себе позволяете. Нет-нет-нет. Будем помогать французам. И, конечно, это будет ваша колония, потому что кто же ее будет контролировать-то? Так тут же мы понимаем, что создается блок НАТО. Вот буквально у нас на глазах. И, например, один из будущих героев вообще всего этого мероприятия, Анри Навар, как раз герой в обратную сторону, да, герой сражения при Диен Бин Фу, это был всего лишь начальник штаба сухопутных войск НАТО. Неплохо. Вот. То есть, туда поехал просто начальник штаба всей НАТО воевать во Вьетнам. Ну, правда, конечно, Филипп Дэвидсон не применил сказать, что какой дебил догадался послать этого самого Навара вообще куда-то. Ну, он же дурак. Начальник штаба вашего. Да-да-да. Я говорю, а кто его в качестве начальника штаба придумал? Это же, по-моему, должность немножко больше и ответственнее, чем командующий какого-то ограниченного контингента где-то там в конце глобуса, вот, однако оказался достаточно квалифицированным для начальника штаба, но почему-то вдруг для Вьетнама не очень. Показательно в целом, да. Как миролюбивый блок уже в 50-х годах на противоположной стороне глобуса разворачивает боевые действия, а так они только для сдерживания Советского Союза. Разумеется. Да, а что такое война в Корее? Война в Корее – это постоянные захваты американского вооружения. Потому, что у американцев там довольно... Ну, если начало для американцев было вполне себе успешное, то потом у них все пошло не очень хорошо. И корейские товарищи, захватывая американское вооружение, часть оставляли себе, а часть через Китай посылали вьетнамским братушкам. Молодцы. Что сказать. Там налажен был транзит. Потому, что военные действия в Корее были неизмеримо более масштабные, чем французские действия во Вьетнаме. И даже тех небольших частей вооружения трофейного из Кореи, которые переправляли во Вьетнам, вот во Вьетнаме это оказывалось вдруг серьезная помощь, прям очень серьезная. А это американское оружие – хорошее. Поэтому, конечно, дела у зяпок к 50-му году стали складываться гораздо лучше. Ну, и вот вслед за Ревером генерал Карпантье принялся за очень-очень неприятную для вьетнамцев тактику. Она была, наверное, в докладе генерала Анри Ревера, прошу прощения, он Рауль, кажется, Ревер был. Не важно. Короче, генерал Ревер. Там была конкретная рецептура к диагнозу прописана, что воевать с ними в джунглях? Да вы не сможете с ними воевать в джунглях. Ну, нет, конечно, сможете, но это же можно бегать за ними годами. Они от вас будут бегать, вы за ними. Ну, и что? Ничего. Нужно создать линию, ну, как бы мы называли, фортов. Это блокпостов вряд ли можно назвать, потому что уже более многочисленный горизон. Фортов. Которые будут контролировать и ограничивать ту территорию, на которую вы претендуете или которую считаете условно контролируемой вами. Они должны таким образом сковывать снаружи силы врага. То есть, если враг пойдет вовнутрь, то любой хоть сколько-нибудь крупный отряд должен будет напороться на форт, иначе его обнаружит разведка, и из форта сразу выйдет мобильная группа в тыл. А внутри контролируемой зоны нужно заниматься чем? Так голодом их душить, господи, поэтому на рисовых полях везде должны быть ваши люди, которые следят кто куда отправляет еду. То есть, крестьяне пусть едят, но не более того. Нет. А что? Вы сажаете рис? Сажаете. И ешьте. А продавать, торговать? Нет. Вы не будете. Ну, или строго под нашим контролем. Вот есть французские полицейские, военные условно, military police, которые будут видеть, что вот эти 20 мешков риса вы погрузили на этого ослика и отвезли в такую-то деревню. Или в такой-то город, где французы живут. Там нормально. Да. А куда-то еще поставлять вы будете только под нашим контролем. Лишить кормовой базы. Да. Потому, что внутри все понимают, что партизан-то эти форты не удержат. Там же придется строить великую китайскую стену, чтобы партизаны не смогли просочиться. Но это невозможно. А что там у тебя пять человек прошли мимо этого форта в километре? Так вы практически ничего не узнаете. А за ними еще пять. А так у тебя пять человек уже партизан внутри есть. Но их же нужно кормить и где-то размещать. Вот кормить нужно. Лишить этой кормовой базы. Размещать. Для этого полиция есть. Оперативная работа она сразу выявит. Где, кто, с кем дружит. Ну, а как только вы выяснили, кто с кем дружит, тот одно из двух. Или следить, чтобы выявить дальнейшие связи. Или арестовывать. Ну, или стрелять. Да. Это важно. Заложники, семьи. Вот это вот все. А так как... Как все демократично. Вот приятно. Это европейский опыт ведения войны. Да. Где все друг друга уважают, раскланиваются. Перья в жопе. Галантно. Галантно очень. Ну, с одной стороны. С другой стороны, это же рабочая схема. Вполне себе. По-другому-то, в принципе, и никак. Потому, что Риверт отлично понимал, что вот вы сейчас в 49-ом году попробовали за Зиапом гоняться. Ну, ничего. Людей потеряли. Охренели все. Горючки сожгли неимоверно. Патронов, снарядов. А толку ноль ровно. Риверт, да. Дурак, дурак. И даже в НАТО начальником штаба был. А смотри. За дурость назначен, естественно. Да-да-да. Ну, и... Нет-нет. Это Навар. Андрей Навар это был. А Риверт, он там недолго пробыл. Потому, что его из Парижа быстро вызвали обратно. Потому, что чего ты там распинаешься? Кто воевать-то будет? Почему ты ничего не делаешь? И его отозвали. Там правда как? Все французы, которые приезжали во Вьетнам начальниками, они там жидко обсирались. Приезжали в Париж. И им там очередную звездочку на погону кидали сразу. Молодцы. По-моему, всем. А один даже маршалом Франции стал. Неплохо. Вот. Ну, это по совокупности заслуг. Навоевал. По совокупности заслуг. О нем немножко дальше. Об этом человеке. Он в самом деле очень заслуженный. Это без иронии. Безо всяких. Так вот. Значит, форты. Оперативная работа внутри. А где живет зяпы, основные части коммунистов? На севере. В горах. Там с едой не так здорово. Они еду получают прямо с контролируемых французами территорий. То есть, вы таким образом кормовую базу не только партизаны лишите. Но и в значительной мере урежете ее для основных сил. И вот к 1950 году эти попытки стали давать серьезные плоды. То есть, конкретно снабжение у зяпа стало сильно хромать. Оно было, прямо скажем, не очень. Потому, что вот мы говорили, что за каждым этим батальоном шло два батальона насильщиков по численности. Которые тащили и боеприпасы, и, самое главное, еду. А так как что? Человек пройдет везде. Ему не нужны какие-то там специальные шоссе. Это не автомобиль. Поэтому главные силы зяпа были очень мобильны и мало зависели от линии снабжения. Это было круто в самом деле. Но как только он стал оперировать понятиями не батальонов, а дивизий... Вот у вас батальон, скажем, 600 человек. За ним идет 1200 кули с мешками. Ну, это нормально. А вот у вас идет 12 тысяч человек. За ним что? 24 тысячи кули идет. Как вы себе это представляете? Ну, это уже совсем другого уровня проблема. То есть, дивизию на горбах снабжать можно, но очень трудно. И вот как только зяп перешел в высшую лигу профессионалов, которые оперируют дивизиями, у него проблемы со снабжением в принципе стали. Чисто по логистическим причинам. А тут ему еще и крантик-то стали прикручивать. Стало не здорово. Это для чего нужно? Вот Ривер прямо говорил, что как только у коммунистов начнутся проблемы со снабжением, с регулярным, они будут вынуждены попытаться захватить вашу территорию, которую вы контролируете. Так это то, что нужно. Как только они решатся на генеральное сражение, вот тут-то вы их охлопнете. Это в конце концов только дело техники. Причем именно техники, которая летает, ползает на гусеницах, стреляет из пушек. Международная обстановка, конечно, Зиапа сильно спасла. Как я и говорил. Корейская война, победа коммунистов в Китае, и ничего не получилось в итоге из тактики Ривера. И вот тут-то наступает кампания 1950 года. Уже год как у Зиапа есть, скажем так, серьезные обученные силы. То есть, 60 тысяч человек у него прямо в дивизиях, и еще, наверное, тысяч 10 в отдельных полках и батальонах. Это главные силы регулярной армии. Уже обстрелянное, кстати. И он, как это пишут, решил, что наступила вторая фаза революционной борьбы согласно Тронгчиню. Сам Зиапа полностью воспрыгнул. Он в своих книжках везде писал, что три фазы революционной борьбы – это у него везде так. Да, Ленина очень внимательно читал, кстати говоря. Неудивительно. Просто исключительно. Мы и сейчас многим рекомендуем почитать, да. Просто читаешь Зиапа, если он не цитирует прямо со ссылкой, откуда взял, то просто по смыслу понятно, откуда взял. Ленин им был прочитан весь просто вообще. Он считал Ленина, что он справедливо, величайшим гением революционной борьбы в истории человечества. Что, в общем, в чем нельзя не согласиться. Самая успешная попытка была Ленина предпринята. И что интересно, мы же смотрим на эти три составляющих военной стратегии. Это... Ну, кто там стебется, что там диалектика, какая-то херня. Ребята, это практическое воплощение диалектической логики. Вообще-то, если что. То есть, на сто процентов примененное в железе, снарядах, в сожранном рисе и вылившееся, извините, в победу. То есть, видимо, диалектическая логика не совсем не работает. Такое у меня есть подозрение. Возможно, она работает против тех, кто ее не знает, не любит, не пользует. Да. Вот Зиаб, не смотри, что желтопузый... В лаковых штеблетах. Да, в старомодных лаковых штеблетах. Хаттабыч стайл. Вот. А он, однако, видите, пользовался и не безуспешно. В чем это выразилось? Как только стратегия Ривера стала давать сбои из-за внешней политической обстановки, то все, что он придумал, стало работать против французов. Почему? Потому, что по периметру находятся форты. Это вот оборонительная линия. И без них, кстати, нельзя. Потому, что как иначе вы будете против партизанта действовать? Да никак. Вам эти форты нужно держать. Но форты находятся относительно далеко от условной метрополии. От основных сил. В больших городах. И, что самое важное, от серьезных шоссейных дорог. То есть, к каждому этому самому форту вы шоссе не проложите. Это просто невозможно. А значит, на помощь мгновенно не прибегут. Да. И форт форту не может прийти на помощь. Там довольно серьезные силы в каждом форту. Но они там на несколько десятков километров друг от друг друга отстоят. Быстро помочь друг другу они не могут. И Зиап решает показательно расправиться с тремя фортами. И как раз в кампанию 1950 года... Да. Еще в 1949 году он эти форты атакует разведкой боем. То есть, там не ставила задача их взять. Просто посмотреть, как французы среагируют. Как быстро самолеты прилетят. Вообще прилетят ли они? Потыкать палкой. Потыкать палочкой. Да. Кстати, у него было поставлено очень неплохо служба радио перехвата. То есть, французы вообще в 1949 году, по-моему, даже не представляли, что на такую подлую и высокотехнологичную штуку... Какая низость. Со стороны желтопузы. Способны желтопузы. Ну, где желтопузы? Где рация? Ну, о чем? Однако нет. Ограниченные контингенты атакуют форт. Вот в это время люди уже раскидывают по веткам проволочки и слушают, что французы будут говорить. О! Говорят. Что именно говорят? Записали. Опять же. Насколько быстро подкрепления придут? Как они будут ранены эвакуировать? И будут ли они их вообще эвакуировать? То есть, какие военно-медицинские силы в самом форту есть? Сколько они раненых могут перевалить? Поверили. Посмотрели, как получилось. И затаились. И вот уже в 1950 году вот с тремя фортами было покончено просто в дребезке. Просто в каждом форту стояло максимум 4 тысячи человек. То есть, в самом форту там 1200-1500. И по блокпостам вокруг еще сколько-то. Ну, и вот на них две дивизии. 24 тысячи человек регулярных сил при поддержке партизан. Партизаны понятно чем занимались. Как только какая-нибудь ограниченная колонна пойдет на прорыв. Партизаны там взорвут мост. Повалят деревья. Задержат просто. Это самое главное. И это была огромная проблема. Потому, что как только... Естественно, на помощь фортам пошли регулярные силы из метрополии. Форты на севере, понятно. Которые с севера блокировали силы Хошемина. Как только выходит колонна, сразу начинаются проблемы с партизанами. Тут же. Потому, что партизаны начинают портить дороги. Беспокоить. Стрелять. Убегать. Ну, в общем, все то, что мы видели во время кампании 1948 года. Из-за этого скорость продвижения маленькая. Стало абсолютно понятно, что все эти форты можно обеспечивать только при помощи авиации. И да, авиация, конечно, помогала очень. В том смысле, что они поставляют боеприпасы, эвакуируют раненых, подкрепления выбрасывают, парашютно-десантные силы в тылу, например, у наступающих выбрасывают. Это все было очень серьезно. Ну, и конечно, бомбо-штурмовые удары. Чего уж там. Ну, авиация же не может постоянно висеть над этим фортом. Это не Курская дуга и не Сталинград. Когда у тебя там от аэродрома до точки соприкосновения 10 минут лету. И вы можете постоянно ротировать ВВС на долине фронта. И там тысячи самолетов задействованы одновременно. Это все-таки война по мировой второй мировой мало интенсивности. Там силы какие задействованы. Что такое 60 тысяч человек? Господи. Ну, ни о чем. Ну, и с другой стороны 90. Ну, это очень мало. И авиация у вас, соответственно, столько же. То есть, вы прилетели, разбомбили. Ну, а дальше вы улетаете. И вас полдня нет. За это время можно успеть очень много. Дальше, конечно, как пишет Филипп Девицин, ЗЯП использовал беспощадную тактику живых волн. Когда фанатично настроенные коммунисты бежали по минным полям, повисали на колючей проволоке. И по ним бежала вторая волна. А потом третья. Оставляя тысячи убитых под пулемет. Миллионы. Ну, а они захлестывали. Все эти фарты захлестывали просто. А потом читаешь вьетнамские отчеты, смотришь, что там, да, очень серьезный бой. Там вообще никаких вообще скидок нет. Французы... Люди-то все были тоже не дурачки далеко, в смысле пострелять. Опытные люди, пристрелянные позиции. Ну, и смотришь. Гарнижон 4 тысячи человек расколошматили. Это французские данные, что там 4 тысячи человек. А вьетнамские данные, что потеряли 350 человек при этом. Вьетнамцев. Да. Это живые волны. Ну, просто класс, я считаю. А французы, конечно, говорили, что фарты там оставили. Но тут 6 тысяч убитых, например. Тут 8 тысяч убитых вьетнамцев. Если сложить всех убитых во время стурмов этих трех фартов, ну, там примерно так половина регулярной армии Вьетнама там осталась. У трех фартов. Да. Что-то нет. То есть, все дальнейшие действия показывают, что не вся она там осталась далеко. Ну, что-то мне кажется такой методикой. Рашем там ничего и не сделаешь с этими крепостями-то. Может быть, для начала научились подавлять огневые точки французов. Именно что. Именно что. Потому, что вьетнамцы были у себя дома. Это самое главное. И кроме зерграша они умели пользоваться минометами и артиллерией. То есть, они уже во время разведки боем 49-го года отлично знали, какая артиллерия стоит в этих фортажах. Ну, опять же, не нужно думать, что форт – это как форт Боярд в известной передаче. Нет. Это некая огороженная территория. Это огороженная территория блокгаузы, траншеи и прочее. Просто укрепрайон. Нет. Так вот, какая артиллерийская возможность у каждого укрепрайона есть? Как они стреляют? Далеко ли они стреляют? Что за пушки? Соответственно, минометы эти 120-мм выкатывались на заранее разведанные позиции, куда французы плохо попадают. В силу того, что, например, у них гаубиц мало в таком-то форту, которая может бороться против минометов. А пушки, понятно, прибой наводка, они будут мимо. И вот из этого из распадочка давай по ним долбить. И как только артиллерия постепенно начинает глохнуть, вот тогда уже идут в атаку штурмовые группы, прошу прощения. Вьетнамцы знали, что это такое. Для непонимающих, опять-таки, и миномет, и гаубица они стреляют навесиком вот так, да. Если на бок положить, то за угол. За угол можно выстрелить. Но по уставу не положено. Не положено, да. Если спрятаться в канавке, например, в овражке каком-нибудь, то туда можно только навесиком попасть. Или за холодник. Да. Если у тебя навесика нет, то прямо ты никуда и не попадешь. Да. Из пушки такое не прокатывает из обычной. Из нее за угол стрелять никак не выходит. Вообще. Даже не по уставу. Не думай. Да, не думай. Дальше штурмовые группы вьетнамцы использовали. Опять же, об этом есть масса упоминаний. Т.е. бежали по минным полям и повисали на колючей проволоке. Это еще в Первую мировую войну выяснили, что так это не работает. Потому, что современные пулеметы, поставленные на заранее подготовленные позиции, переработают любое количество атакующих таким способом людей. Неважно. Будет там тысячи, десять тысяч. Вот художественный фильм «Спасая рядового Райана» там очень хорошо показано, когда там из этих в десантных судах падает аппарель. И туда из МГ-42. МГ-42. Безо всякого промаха. Вот это зеркраш. Но даже там было не так. Конечно. Конечно. Ну, у американцев-то в Нормандии за ними стоял линкор «Уорспайт». Несколько десятков эсминцев и других линкоров. Масса авиации. Поэтому там зеркраш был очень серьезно поддержан. Просто гигатонными стали и тротила. Вьетнамцы использовали очень хорошо отработанную еще в первую же мировую войну тактику штурмовых групп. Когда вместо зеркраша у вас, скрываясь за складками местности, ползут особо обученные люди. Вместе с саперами. Которые, во-первых, снимают мины по дороге. Во-вторых, режут колючую проволоку. Закрепляются в каких-то там местах, в которые трудно попасть. И начинают вести очень тесный огневой бой. Уже под прикрытием этих людей у вас идут через проделанные проходы основные силы. Вот, кстати, в этом рядовом районе, там же, помнишь? Я забыл, как они по-английски называются. Когда они там палка на палку сайзмор стыковал, пропихивали и взрывали эти самые заграждения и минные поля заодно. Что-то у них ума уже тогда хватало. У нас есть такой дракон, знаешь, который как пухарный шланг. Да, конечно. А пусть там как жахнет красота. Вот три форта были взяты. И что? Дыра образовалась. Здоровенная дыра просто образовалась во французской линии укрепленной. Туда сразу... А кто-нибудь убежал, не убежал? Убежали, конечно. Конечно. Под прикрытием авиации очень много отступило. Правда, конечно, что очень неприятно для французов, просто исключительно неприятно. В этих фортах концентрировались большие материальные средства, которые все, конечно, достались вьетнамцам. То есть, горючка, патроны, порох, автоматики. Что важно? Пулеметы. А у Зиапа были большие проблемы с пулеметами. Почему? Потому, что если винтовку отобрал у кого-нибудь и, в принципе, нормально, и пусть лет пулемет вообще можно на кроватной фабрике сделать. Несложно это. То пулемет ты на кроватной фабрике не сделаешь. Там нужно специальное производство. Это серьезная штука очень. Нужен специально выделанный ствол, потому, что ствол пулемета испытывает просто чудовищные нагрузки. Ну, иначе какой смысл? Сталь. Да. Нужна хорошая сталь. Стволы менять. Стволы, да. Запасные стволы нужны обязательно. Опять же, должна быть очень надежная автоматика, которая вот эту постоянную колодьбу винтовочным патроном будет выдерживать. В общем, французские пулеметы очень помогли вьетнамцам. Исключительно. Кроме того, вьетнамцы... Ой, прошу прощения. Французы понесли довольно серьезные потери в парашютистах. Потому, что, естественно, прикрывали все эти отступления. Естественно, парашютисты. Которые выбрасывались в тылу. Завязывали бой с вьетнамцами. Но, тем не менее, отойти удалось очень многим. То есть, нет такого, что там заблокировали форт и полностью его вырезали. Нет, конечно. Это было просто невозможно. Все-таки, повторюсь, французы это очень опытные люди, которые были неопытны ровно в одном. В войне в джунглях. На тот момент еще были неопытны. Там была масса ветеранов Второй мировой войны. А офицеров так еще и Первой мировой войны. Они понятно. Они все знали, все умели, все понимали. Профессионализм французской армии недоценивать нельзя. Он был низок только, если мы сравним их с Вермахтом в 1940 году. Ну, вот да. У Вермахта что-то как-то оно получше было. Но, по сравнению с вьетнамцами, нужно понимать, что как бы мы сейчас не стебались. Профессионализм французских офицеров был просто на две головы выше любого вьетнамского офицера. Ну, при прочих равных. Соответственно, солдаты были очень опытные. У французов вооружение было лучше. У вьетнамцев в данном случае было, что они воевали дома. У них были четкие цели. За что они воевали. Это самое главное. Потому, что рядовым французским солдатам было очень сложно объяснить, что они вообще поехали в этот Вьетнам. Что там делать. Ну, когда там оказалось, ты будешь просто за свою жизнь воевать. Это самое главное. А вообще мотивация была, конечно, очень низкая. Вот. И то, что вьетнамцы имели великолепную разведку. Потому, что французы, хочешь не хочешь, они вынуждены были общаться со своими желтопузами. Ну, просто потому, что их там подавляющее большинство. Ну, а кто обслуживать-то будет? Кто обслуживать? Не солдату же туалеты мыть. Как в кровавом совке. Желтопузой будет. Заодно за тобой шпионить. Кто будет в штаб кофа таскать? Шлюхи, опять-таки, так без них. Да. Вот вы со всеми с ними общаетесь. Они, так как они очень давно под вами под французами, они все по-французски говорят. И все понимают, что вы там излагаете. Даже если не говорят. Да. Даже если прикидываются, что не говорят. И все стучат немедленно, куда нужно, братушкам в джунгли. О-о-о, как интересно. Говорите, говорите. Говорите еще. Ну, тут, конечно, что. Такой успех, он окрылил вьетнамскую армию. Это чего уж там говорить. Когда люди получили опыт не просто боев, а победных боев. Это, конечно, было важно. Это нельзя недооценивать. Потому, что армия, которая существует некоторое время, она должна победить обязательно. Чтобы просто солдаты узнали, что это можно. Да. Тем более, что это кто? Это французы, колониальные войска, с которыми, в принципе, никто даже не думал справиться раньше вообще. Это там полтора старет господства. Вот их расколотили. Это здорово. Но, вот тут, видимо, сам Зиап об этом никогда не писал. Или, по крайней мере, может быть, писал, да я и не нашел. Хотя я вроде его много прочитал. Что случилось в 1951 году, почему он потерпел такую жестокую неудачу, он не пишет. Ну, думайте, 100 головокружения успехов. Скорее всего, да. То есть, что... Смотрите-ка, вот мы во второй фазе революционной борьбы победили, а значит, уже третья фаза наступила. То есть, у нас силы больше, чем у французов. Нет. Точно нет. И французы, посмотрев на такое дело... Что там такое происходит? Они принялись делать выводы. Первые убрали генерала Карпантье в Париже за новыми звездочками. Он, по-моему, был бригадный генерал и стал полный генерал после этого. А дивизионный генерал стал полный генерал после этого. И его сменили, конечно, на совершенно великолепного человека. Это коллега и такой товарищ почти на равных с Паттоном, с Монтгомери. Это Жан де Латтер, французский, тогда уже полный генерал. Жан де Латтер де Тросиньи. Очень из хорошего дворянского рода, 1899 года рождения. Успел повоевать в Первой мировой войне. Воевал, естественно, во Второй мировой войне. Участвовал в сопротивлении. В 1942 году он вернулся во Францию, участвовал в сопротивлении. Потом после высадки в Нормандии командовал бригадой, если не ошибаюсь. В общем, очень заслуженный человек, великолепно подготовленный, серьезный тактик, с хорошим опытом. Конечно, выпускник Сенсира. Они там все выпускники Сенсира. И он принялся совершенно по-другому разруливать дело. Во-первых, он сказал, что вот эти наши форты, это, конечно, отличная идея. Но между блокпостами должно быть такое расстояние, чтобы они точно могли успеть прийти другу на помощь. Иначе толку в них никакого. Но понятно, что, опять же, партизаны не удержат. Но как только начнется атака, вы должны иметь возможность железно совершенно прийти другу на помощь. И он построил то, что назвали линии Латра. Ну, понятно, французы очень любили какие-нибудь линии. Только машино какое-то они построят линию. Зигфри, да? Зигфри – это не они. Звучит хорошо. Звучит лично, конечно. Вот линию Латра построили. Опять же, там, на севере. Имея в виду, что южный Вьетнам Кохин Хина более-менее у них под контролем. Вот есть форты и есть, между ними, цепочки оборонительные. Это было круто, на самом деле. Потому, что... Да, конечно, каждый блокпост, как бы он здорово не был организован, он дивизию регулярной армии даже примерно не удержит. Но смысл, как в пограничной заставе. Смысл пограничной заставы – героически погибнуть в полном составе. Но в это время командование в штабу точно узнает, куда противник бьет. Не по данным какой-то там разведки, которую и обмануть можно разными хитрыми методами, а объективно. Потому, что там идет бой, с какими силами идет бой, вы все выясните. И вот в это место можно будет ударить. Во-первых, направить туда парашютный десант. Повторюсь, парировать его вьетнамцы вообще никак не могли. То есть, не было самолетов, которые могли бы его отогнать. А значит, парашютисты могли бы высаживаться там, где им хочется. А вслед за парашютистами уже идут сухопутные силы. Понятно, самолеты поддерживают. Латтер сказал, что, ребята, вы серьезно? Вы собираетесь делать хоть какую-то ставку на этих своих желтопузов на национальную армию Вьетнама? Забудьте. Ну, просто давайте вот так вот посмотрим объективно. Они воевать хотят? Нет. Пока вы придумаете что-то, чтобы они захотели воевать, это, конечно, важно. Это нужно сделать. Но пока... Давайте так. Нигде, ни в каком важном месте их быть не должно. Потому, что все, что можно слить, они обязательно сольют. Они просто воевать не хотят. Поэтому на фига вы тратите на них серьезное вооружение? Заберите себе. За исключением тех частей вьетнамской национальной армии, которые доказали, что они боеспособны. Их можно применять. Остальных нет. Среди них однозначно масса... Ну, давайте так сейчас в кавычки это слово возьмем. Предателей. Понятно, что не какие-то не предатели, а герои вьетнамского народа. Но для французов, понятное дело, предатели. Вот давайте пока все делать самостоятельно. Понятно, что мы прямо сейчас не сможем развернуть какое-то там мега наступление. Просто потому, что у нас все силы уйдут на гарнизоны. Ну, пока так. Какие варианты? Вот только так можно делать. И вот как только вдруг Зиаб напрыгнул на Делатра, все что-то как-то получилось у него сразу не очень хорошо. Наоборот. Потому, что класс командующих был в то время еще несопоставим. Он опять... Как обычно принято думать, что если ты один тактический прием использовал, и он принес тебе успех, так нужно его еще раз использовать. Это как с анекдотами. Чем больше рассказываешь анекдот, тем он смешнее делается. Шутка, повторенная дважды, в два раза смешнее. То же самое. Есть Форд. Вот в 51-м году собираются организовать мощнейшее наступление. Атакуют Форд там же, на севере. Я специально сейчас не буду говорить никаких названий. Я некий фидбэк имею по поводу нашего прошлого ролика. Операция Илья. Всех очень плохо запоминают. Поэтому я просто карту и там... Вы сами посмотрите, в общем, на карте, где все это происходит. Я, с твоего позволения, тоже посмотрю. А то я теряюсь, как же это из Кореи везли. Так-так. Так через Китай, понятно. Нападают на Форд серьезные. Его начинают расстреливать там из минометов, из пушек, атаковать. Французы вроде как отходят. Из Форта... Причем, да. Дезинформацию Латер построил очень хорошо. Французы из Форта вроде бы начинают выходить. По крайней мере, все об этом говорит. Адостные вьетнамцы его окружают. Ну, и тут выясняется, что их там уже ждут хорошие силы. Причем, хорошие силы не спешат атаковать. Они ждут, пока вьетнамцы завязнут на этом форту. Они туда атакуют, 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 атакуют. Ну, понятно, французы какие-то подкрепления перебрасывают. В общем, да самая возня идет, которая, естественно, закончится победой Зиапа. Однозначно. Потому, что в прошлом году уже закончилась. Такая же возня была. Такая же возня была, и все было хорошо. Вот. Ну, и тут у тебя из-за линии блокады выезжает иностранный Легион, например. Например, знаменитый первый парашютно-десантный батальон. Первый парашютно-десантный батальон, который был полностью укомплектован эсэсовцами. Эсэсовцами. Толковыми эсэсовцами. Да. А это там парни... Мы все понимаем, что это за парни. Мы с ними тут наплакались у нас на фронте. Это как раз были те самые. Вот. И они начинают накладывать таких, что вот приходится убегать. И вот в итоге вот на этом форту осталось что-то до четырех тысяч вьетнамцев. Потери просто жуткие. И вот это как раз уже не то, что там кто-то придумал. Это то, что объективно посчитано. Да. Ну, я сейчас не скажу точно. Но давайте так. Где-то около четырех тысяч человек потери были. Ну, тысячи. В сражении. Да. И пришлось, в общем-то, уходить несолонно. Холебавши. Вслед за ними идет развитие наступления французского. И они начинают... Ну, фактически все, что отвоевали во время 50-го года, французы вернули. За это время. То есть, этот маятник в обратную сторону качнулся. Ну, тут Зиап, конечно, вообще молодец. То есть, я не устаю поражаться человеку. Он, да, видит, что он слабее Делаттера в смысле оперативного искусства. Но это объективно. Это, я повторюсь, класс несопоставимый профессионализма. Это как Майк Тайсон и первый разряд сельского клуба по боксу. Понятно, что этот тоже молодец. Но долго он против Тайсона проживет? Очень сильно недолго. Ну, так вместо того, чтобы драться с Тайсоном, Зиап развернулся и пошел лупить лаосцев самую лояльную часть вообще французских колониальных владений. Не растерял. Да. Тут, конечно, случилась большая неприятность. Прямо очень большая для французов. Делаттер, как выяснилось, был болен раком. Об этом никто не знал. Он сам не знал. И поэтому его не успели вовремя начать лечить. Ему стало очень сильно плохо. Он уехал в Париж и там помер. Вдогонку ему тут ждали маршала Франции за месяц до смерти. Тут, конечно, если почитать того же Дэвидсона и, опять же, французских исследователей данной истории, они все говорят... Господи, вот если бы Латтер остался, мы бы точно победили. Ну, однозначно. Ну, скажите, а как бы Латтер помешал бить лаосцев? Его была очень правильная стратегия и великолепное командование на месте направлено на действие конкретно вот в Центральном и Северном Вьетнаме против Центрального и Северного Вьетнама. Но лаос-то нужно прикрывать. Это тоже французская территория колониальная. А он находится, прошу прощения, немножко в стороне от основных оперативных линий. И лаосцы должны сопротивляться вроде как сами, а они сопротивляться вьетнамцам не в состоянии вообще. Просто потому, что если у вьетнамцев вот и регулярная армия, главная сила по меркам французов плохая, то у лаосцев нет ничего даже примерно сопоставимого. Зато у них есть король, который сидит в Лангпра-банге в столице, требует себя защищать. И вот в 1952 году, в общем, да, Делатрос меняет генерал Салан, а Зиаб берет великолепный, просто великолепный реванш в этом самом лаосе. Потому, что лаос находится, самое главное, очень далеко от аэродромов. Туда не залетают самолеты. И туда придется ходить пешком. Там никакие вам амфибийные силы не помогут, никакие вам там самолеты не помогут. Ничего не поможет. Это как раз горы, джунгли, вот то, что они любят. И все французские силы, которые пытаются помочь Лаосу, их просто там расколачивают. И естественно лаосцев тоже, которые про французские настроены, тоже расколачивают без вопросов. И линии коммуникации очень сильно французам растягивают, во-первых, и получают в Лаосе то самое место, где потом будет проходить тропа Хо Ши Мина. В том числе. Уже во время американской войны во Вьетнаме. Да. И, конечно, в Лаосе вдруг оказалось, что там тоже не все сильно любят французов. Там есть свои коммунистические кружки, коммунистическая партия есть, которая немедленно присоединяется к Хо Ши Мину. Идеально. Переходит на сторону пролетариата. Да. Вот тут мне тоже очень нравится, как Дэвидсон писал – стремительным действием зиапа в Лаосе мешало отсутствие насильщиков, потому что лаосцы испытывали органическое отвращение к физическому труду. Хорошая нация такая. Этого не проведено. Как это было в Старой Хохме сказано – славян очень любили брать в рабство, но они и там не работали. Вот Лаосцев тоже фиг поработишь. Знаю я одного лаосца – Понг. Привет. Он нас смотрит. Да. Вот он тоже имеет просто органическое отвращение к физическому труду. Но это у многих случается, да. Да. Это была в самом деле проблема, потому что если зиап начинал действовать там, где у него нет поддержки местам населения – проблема все время с Лаосцами – получилось хорошо только в том смысле, что им не могут помочь французы, а должны помочь. То есть, они им силы растянули очень здорово. Но при этом как только оказывается, что нужно действовать именно в стратегическом смысле – вот там, конечно, проблема. Даже на территории Вьетнама. Там, например, племя Меонг такое есть, которое, строго говоря, не совсем вьетнамское, и оно, собственно, вьетнамцев не сильно любит. С ними сразу французы договорились. Меонг? Меонг, да. Может, это какие-нибудь мерзкие хмонги из Гран-Тарина, помнишь? Там хмонги были, которые на сторону американцев перебежали. Так точно. А, собственно, они и есть. У них там давняя нелюбовь еще, я не знаю, века, наверное, с 7-го, с 6-го до нашей эры с этими вьетнамцами, там все как-то не здорово очень сильно. Так вот, вот там, например, очень сложно было зяпу действовать. Почему? Потому, что его местные сдают сразу. Куда пошел? Сколько вас пошло? Они сейчас ему наймутся в носильщике, а сами побегут куда настучат. Кто куда. Соответственно, есть земли во Вьетнаме, населенные тайцами. Опять же, с непонятных времен совершенно. Вот тайцы тоже в силу того, что королевство Сиам, тогда уже Таиланд, оно было за американцев, за французов. Они не сильно стремились помогать вообще зяпу. Даже наоборот. Их регулярно вербовали прямо конкретно в войска. Они партизанили против зяпы. Там сложно было воевать очень. И вот, например, де Латтер как раз на излете своего правления, заканчивал, собственно, не он эту операцию, предпринял наступление на Хуабинь. Хуабинь – это такое очень знаковое место для Вьетнама и вообще для Индокитая. Это место, по которому названа знаменитая археологическая хуабиньская культура. Это первые очень красивые полированные топоры каменные. Т.е. неолит. То, откуда начинается цивилизация в Индокитае. Где происходит переход к неолитической революции. Т.е. От присваивающей экономики к добывающей экономике. К производящей экономике. Вот это самое Хуабинь было предпринято наступление. Тоже выигранное, кстати говоря. Ну, вот таким образом складывалась кампания 1951-1952 года. В 1952 году, повторюсь, Зиап из-за манёвра на Лаос очень здорово все свои упущения исправил. Но вот тут, конечно, у французов был моментик. Очень показательный. Потому, что они, я бы сказал так, начётнически использовали стратегию Делатра, что есть укрепрайон, который находится в соприкосновении с враждебной территорией. Если его сильно укрепить и снаружи подпереть нужными силами. Вьетнамцы в бесплотных атаках оставят там необходимое количество людей. Чтобы достаточно ослабить, потом их можно будет разбить. Работает? Работает. Т.е. Зиап попался в эту фигню. И французы то же самое увидели, что тактический приём работает. Он всегда будет работать. Вопрос. Начётник с церковной точки зрения – это кто такой? Начётник – это тот человек, который не понимает, что он читает, но продолжает читать. Т.е. он читать умеет? Он может вообще не знать, что он читает. А читать-то умеет? Нет. Или он на слух запоминает? Нет. Он может запоминать на слух, может знать буквы. Т.е. как они? Звучат буквы. Но смысла не понимать. Кстати, если мы сейчас говорим про китайский буддизм, наверное, не ошибусь, сказав, что 90% тамошних панахов будут начётники, потому что они не понимают, что они говорят. Эти мантры они просто знают наизусть. Ну, или знают эти опорные знаки санскритские. Как они видят слово? Знакомая картинка. Они знают, как это слово читается. Что оно значит при этом? Они не знают. Даже, более того, не пытаются узнать. А зачем? И так работает. Да. Так вот. Возвращаясь, так сказать, к боевым действиям. Французы попались ровно на ту же самый ключок не материалистического, а скорее идеалистического понимания тактики и стратегии. Если приём работает, то он в любом случае сработает. Как мы понимаем, это далеко не всегда так. Вот Зиап один раз обжёгся и больше не повторял таких ошибок. А французы уже при командовании Солана решили, что есть очень важное место. Как раз, чтобы больше не повторялись такие фокусы с Лаосом. Практически почти уже на Лаоцкой территории, там недалеко. Называется Сирени Дьен Бен Фу. И вот сначала Солан об этом думал, а потом сменивший Солана, он очень недолго прокомандовал индокитайским коллодеальным этим корпусом, сменивший его Анри Наварра. Они разработали стратегию ежа так называемого. Они очень любили такие красивые названия. Ежа и голые жопы. Да. А именно сделать очень мощный укрепрайон, который бы находился на важных линиях коммуникации противника. Причём не там, где какие-то партизаны могут пройти, а там, где конкретно дорога проходит, которую трудно обойти, где можно накопить серьёзные силы. И накопив серьёзные силы, если что, нанести поражение прямо там противнику. И оно будет сильно мешать в любом случае. Потому, что там построят аэродром. Оттуда можно будет взлетать, садиться, заправляться. Соответственно, можно будет действовать вглубь Лаоса, вглубь Вьетнама. Конечно, это будет очень неприятно вьетнамцам. И они попытаются выкурить французов из этого укрепрайона. А мы поступим точно так же, как в своё время генерал де Латор. И, наконец-то, у тебя вся вьетнамская армия, ну или значительная часть, вылезет в генеральное сражение. И вот тут-то что и нужно, собственно говоря. Генеральное сражение значит однозначно победа французов. Дьен Бьен Фу когда-то контролировали французы. Зиапах оттуда выбил. Ну, потому, что там был очень незначительный укрепрайон. Маленький форт. Зиапах оттуда выбил. Как раз во время наступления в сторону Лаоса. И вот французы решают его оттуда выбить, наконец. И разворачивается прямо в 1952-1953 году серия операций с очень красивыми названиями. Ласточка. Чайка. И прочее. Какой-то птичник. Птичник. Петух. Петуха не было. Не будем наговаривать на французов. Петуха не было. Их потом от петушек. Да. А что значит Ласточка и Чайка? Понятно, что это парашютный десант, который точно по данным разведки выбрасывается туда, где есть склады боепитания вьетминя. И они так просто... Один раз хлопнули пять тысяч тонн боеприпасов французы. Так. На всякий случай. Вот. Или амфибийная. Или амфибийная операция. То же самое. Например, выщемляется знаменитый 85-й отдельный полк армии Вьетнама. Вот с ним, кстати, получилось не очень здорово. В силу чего его разведка выявила... Значит, послушай, идет некая часть, которая роль приманки выполняет. В это время за годи уже на амфибийных средствах к нему в тыл подкрадываются или уже подкрались мобильные силы и готовится десант парашрутный. И вот разом, раз, и нужно целый полк уничтожить. Правда, с 85-м полком так не получилось, потому что они с боем отошли. Ну, конечно, отрапортовали, что его полностью уничтожили. Но, как мы видим, буквально через месяц он уже почему-то почти в полном составе действует. Но как-то, видимо, не уничтожили. Но, тем не менее, точечными движениями проявляют. А как там вьетнамцы себя чувствуют? Где? Никак. И в силу того, что это очень мобильные и высоко в профессиональной части, как правило, у них эти действия бывают или очень успешные, или, по крайней мере, не ведут к какому-то поражению. То есть, это нормальные военные действия. В это время готовятся в движение на Дьенбинфу. И, что важно, это уже, если я ошибаюсь, было при Ривере предприняли офигенную вещь. Французы не в смысле стратегии, а в смысле именно оперативной тактики. Они с одного из фортов, который как-то посчитали второстепенным, решили эвакуировать очень серьезный гарнизон из форта и всех блокпостов, которые около него были. Но вместо того, чтобы эвакуировать, они принялись по рации, зная, что их слушают, требовать подкреплений в этот форт. Незамедлительных подкреплений. Ну, что? Сказанное сделано, нужны подкрепления. Туда стали прибывать транспортные самолеты. Только вместо того, чтобы привозить людей, они их увозили. Ловко. И они таким образом в полном порядке вывели из военно-базирования 9 тысяч человек. А вьетнамцы даже не чухнулись. Поразительно. Очень ловкая пятость. Ну, там осталась какая-то часть, самая боеспособная, самая хорошо вооруженная, с бронетехникой, которая вообще пешком не ходит. И вот они уже вышли с боем. А основную часть, которая должна была бы пешком идти, им было бы не здорово, не хорошо, мало мобильное, ее вывезли самолетами фактически. Они убедились, что такие огромные массы людей можно перевозить самолетами и снабжать их. При помощи, конечно, средств радиоборьбы, при помощи разведки. То есть, при помощи всего того, в чем они на голову сильнее, чем вьетнамцы. А значит, все, смотрите, стратегия Латра с мощным укрепроемом работает? Работает. Ну, посмотрите на карту. Дорога в Лаос есть? Есть. Там как раз Дьен Бьен Фу находится. Масса людей перевозить на самолетах можно? Можно. Авиация отлично работает. Только нужно аэродром построить. Значит, нужно захватывать Дьен Бьен Фу и строить там аэродромы. Серьезно окапываться и бесить со страшной силой вьетнамцев. Таким образом выманивая их на генеральное сражение. Где, конечно, французская армия должна будет всех расколотить. Тут мы должны поставить запятую и вспомнить, а сколько там было вообще французов на этот момент. А на тот момент французов в Индокитае было прям серьезно. Потому, что обычно говорят про 175 тысяч военнослужащих. Прилично. Это очень прилично. Но при этом... А где 5 тысяч ВМС военно-морских сил? А где примерно 10 тысяч человек в авиации, которые там находились? Понятно, это, конечно, не все пилоты, истребители, герои и так далее. Это там... Поспрыгивающий состав. Да. Это, конечно, вот коллеги Дмитрия Юрьевича, которые там на заправщиках ездят. Да. Конечно. Беспробудно пьют. Беспробудно пьют. Ломают сонолеты. Безобразие нарушают. Вот. Да. А теперь служу в Люфтваффе. В 21-й полевой. Да. Сейчас хотел матерную песню спеть. Не буду. У нас масса есть хороших песен про немецко-фашистских парашютистов. Почему-то очень смешно про них песни сочиняются как-то сами. На сердце ложат. Строго матерные, конечно. И все на мотив Сеньки Разины щелны. Но не буду их петь. Это неприлично. Нас забанят на Ютубе, я боюсь. Дементий. Да. Там в морозилке квас лежит. Вытащи, пожалуйста. А то замерзнет. Мы его грызть будем. Так вот. 175 тысяч сухопутных войск. 5 тысяч военно-воздушные компоненты. 10 тысяч военно-воздушные компоненты. 5 тысяч ВМС. Сколько получается у нас? 190 тысяч. 200, грубо говоря. Ну, чуть меньше. Советских войск в Афганистане 100 тысяч было. Вот. Представляете, столько. Плюс 120 тысяч национальная армия Вьетнама. Извините. Была хорошая шутка. Да. Ограниченный контингент. Ограниченный, но большой. Временный, но надолго. Да. Точно. Точно. Вот там тоже он был ограниченный, но большой. Временный, но надолго. Конечно, 120 тысяч национальной армии Вьетнама вообще можно не очень-то считать. Потому, что они очень плохо воевали. И вообще, как мы уже говорили, старались не воевать. При этом, да. Самая, конечно, боеспособная часть – это иностранный регион. С иностранным регионом была ровно одна проблема. Потому, что рядом с ними, например, при Йенген-Фу, да и, кстати говоря, при Хуабине, при том же самом, воевали североафриканские колониальные части. Укомплектованные сенегальцами, марокканцами. А рядом у тебя были кто? Эсэсовцы. Которые понятно, как относились и к сенегальцам, и к марокканцам. Так, это с черножопой. Ну, извините. Кого вы к нам тут пригнали? Они все были упоротые совершенно в дребезги. Ну, а сенегальцами с марокканцами – как они относились к эсэсовцам? Ну, как можно относиться? К эсэсовцам. Вот точно так же они и относились. То есть, они вообще их за людей не считали. Что, кстати говоря, совершенно справедливо. Поэтому, вместе они воевали очень плохо в силу того, что у них взаимодействия никакого быть не могло. Они нахер друг друга слали и морды били при случае. Какая уж там война вместе. То есть, да. С одной стороны, очень боеспособный иностранный легион. С другой стороны, он очень плохо взаимодействует с кем-то еще. С окружающими. И вот тут самое главное. Опять же, то, что еще Ривер выголошил. Извините, пожалуйста. А потом Делатер это подтвердил. Что у вас конкретно ваши эти прекрасные части, которых в самом деле много, но 190 тысяч человек. Это же адское количество. На главном направлении у вас может быть действовано максимум 1075. Ну, 80. Мало? Ну, то есть, остальные по гарнизонам. То есть, у вас... Вы не можете сделать самого главного на войне концентрации сил на решающем направлении. Потому, что вам нужно это все контролировать. И никто, кроме вас, этого контролировать не будет. Не сможет. Потому, что... Поэтому все наиболее боеспособные силы бы рискованы просто партизанами. Это как раз заслуга даже не сколько Зиапа, сколько Хо Ши Мина. Который просто положил жизнь на то, чтобы организовать это партизанское движение и пропаганду, промывая мозги беспощадно, создавая армию фанатиков, конечно, обманывая почем зря бедных... Несчастных вьетнамцев. Чего-то вот тайцев, например, у него не получалось обманывать. Не знаю. А почему-то вьетнамцев запросто. И Мелонгов не очень. А вьетнамцев тоже... Вьетнамец обманываться рад. Рад обмануться. Да. Он природный коммунист. Я подозреваю. Да. Поэтому вот так выходило здорово. Силы были очень сильно задействованы конкретно на каких-то там объектовых задачах. Поэтому вот у нас сейчас скоро вот начнется Диен-Биен-Фу. Мы должны понять, что там далеко не вся. И даже там не 90% армий было задействовано. Гораздо меньше. Потому, что они не могли оттуда уйти никак из своих мест дислокации. Ну, то есть, элементарно. При помощи пропаганды... Вот все говорят. На фиг эта ваша пропаганда нужна? При помощи пропаганды я превратил основные регулярные силы французского колониального корпуса в аналог собственных региональных сил. Которые никуда из своей параденции не выходят. Потому, что не могут. Только эти-то физическую возможность имели. То есть, они были вполне способны на глубокий рейд. И на операцию с решительными целями. Но, по факту, они ничего этого выполнить не могли. Как только ты уйдешь, там у тебя опять коммунисты заведутся. Да. Ну, и генерал Ривер, конечно, по вопросу. За деревней у реки завелись большевики. И творят, что хотят. Только щепки летят. Вот. Соответственно, генерал Ривер. Генерал Ривер... Это был человек... Вот, конечно, его зря Филипп Дэвидсон ругает полным болваном. Навар, прошу прощения. Генерал Навара. Андрей Навара. Его очень зря ругают полным болваном. Ну, это не заслуженно, по-моему. Все-таки... Во-первых, из действий видно, что он не глупый был у человека и профессиональный. Ну, что, наверное, непрофессионального человека вряд ли бы сделали начальником штаба сухопутных сил НАТО. Все он отлично понимал. Но, конечно, он оказался, как многие военные, заложником политики. Во многом. Потому, что... Вот что у нас сейчас? 54-й год подползает. Готовится эта операция по захвату и удержанию Дьен-Бьен-Фу. И стоит, а что-то дорого стоит. И тут французский премьер-министр Рене Мойер звонит в США генералу Исенхауру. И говорит, нам бы миллионов пятьсот долларов. Изя. Подкинь. Надо бы... Всего-то вам что жалко. Но святое делают. Да. Ну, а что? Эсенхауру говорит. Конечно, не жалко. Только, знаете что? Мне бы хотелось понять, куда их потратят. Вы же это для Вьетнама просите? Я так подозреваю. Да. Так вот, мне бы хотелось понять. Ну, понятно, что что-то украдут. Это ладно. Мы же при капитализме живем. Пускай. Ну, чтобы результат-то был. И он высылает инспекцию во Вьетнам. Специально там семь человек в высоких чинах и с большими погонами поехали проверять, что ж там происходит. И вот у Навара была конкретная задача. Самое главное. Выполнить план собственных действий и втереть очки американцам. Так, чтобы денег дали, но никого не слушаться. И вот с 19 июня... Случайно не хохол был, да? Не было лекарды? Очень может быть. Потому, что очки американцам он втер блестяще. Потому, что он представил план действий. Как они собираются воевать. Американцы... Ну, там, кстати, да. Американцы там вообще здорово. Это люди, которые никогда не были во Вьетнаме. Они просто приехали, посмотрели и сказали. Нужно делать не так, а так. И Навара говорит. Конечно, сделаем. У них проблемы. Вы абсолютно правы. Господа. Приезжайте, и еще через месяц мы вам покажем, как тут все расцвело. И телефонировали в Вашингтон, что отличный парень этот ваш Навара. Ну, просто отлично. Потрясены. Потрясены такой сговорчивостью. Денег давать можно. Ну, и мы и выделили 500 лямов. Богатая страна Америка. Богатая. Да. Причем, заметьте, это же не 500 современных миллионов. Это еще золотых долларов, которые современного больше раз в 10, наверное. То есть, 5 миллиардов отхватили по нынешним временам. Сколько разворовали? Неизвестно? Не. Неизвестно. Ну, самое главное... Мы не знаем. Ну, в силу того, что Чеков-то у нас нет. И своего французского Лехи Навального 54-го года. Он разоблачил бы им. Мы не знаем поэтому, кто что украл. Какие дачи появились красивые, где. Так бы мы, конечно, с большим интересом послушали. Наверняка появились. Но самое главное, что даже если бы ничего не украли совсем... Это же привело ровно к одному. К тому, что наконец у Навара появились... Появилось, во-первых, благословить не споришь, давай делай, что хочешь. Во-вторых, деньги появились. То есть, там снабжение было просто невероятно налажено. Ну, и все. Настало время наступать на Диенгинфу. Сложилось вообще... Все необходимые компоненты сложились. Тактический опыт. Успешный. В самых разных его ипостасях. Время. Как они считали, что пора уже заканчивать со всем этим. То есть, пора выманивать вьетнамцев на генеральное сражение и раздолбать их чертовой матери. Время... И средства необходимые появились. Все было готово к генеральной битве. Соответственно, и у Зиапа с Хо Ши Бином тоже все сложилось. Потому, что у них уже были воспитанные регулярные силы. Главные силы вьетменя. Региональные силы, партизанские силы, налажено снабжение. И вот тут конкретно французов все время недооценивали этих вот желтопузов. Потому, что они же тоже были расисты. Жуткие совершенно. Но желтопузы это не люди. Да. Ну, то есть, в генеральном сражении... Ну, это понятно, что пока они там у себя по лесам бегают. За ними трудно угнаться. Но в генеральном сражении мы их точно раздолбаем. Вот, собственно, в следующий раз мы о сражении при Дьен-Бьен-Фу поговорим детально. Со всеми подробностями. Насколько это вообще возможно. Захватывающе, Калин Александрович. Стараемся. Очень круто. Болеем за вьетнамцев. Но не за французов. Да. На сегодня все. Ждите следующую часть.